За последние несколько месяцев участие России в зимних Олимпийских играх, которые стартуют в Пхенчхане в 2018 году, стало одной из самых обсуждаемых в СМИТЭМ. 5 декабря состоялось заседание исполкома Международного Олимпийского комитета, на котором было принято решение о судьбе сборной России. После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Так, одна из них, возглавленная Денисом Асфальдом, занималась перепроверкой допинг-проб, в результате чего Россия лишилась 11 наград Олимпиады 2014 года, потеряв первое место в медальном зачете. Вторая комиссия, которую возглавил Самуэль Шмидт, проверяла информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Результаты этих двух расследований сегодня были представлены в Лазанне на заседании исполкома МОК. После длительных обсуждений было принято решение отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Впрочем, российских спортсменов, тех, что прошли допинг-контроль, до соревнований допустили, однако они могут выступать только под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Однако это правило будет действовать до последнего дня игр, то есть на закрытии спортсмены смогут пройти под флагом страны. Олимпийский комитет России решение исполкома МОК обсудить 12 декабря. Некоторые чиновники уже предлагают бойкотировать игры.